Здравствуйте, пиар СПП? А как вас зовут? Светлана. Светлана, замечательно. Мы с вами в замечательном конгрессно-выставочном центре «Экспо-форум», который открылся в 2014 году. Для того, чтобы он открылся, сначала наши архитекторы, проектировщики, архитекторы объездили целый свет, собрали все лучшие практики конгрессно-выставочных центров, и все это воплотили здесь. Мы с вами здесь стоим не случайно, потому что мы стоим у плана, собственно говоря, комплекса, который представляет собой три павильона совершенно замечательных, и мы туда с вами пойдем, посмотрим, как сейчас застраивается выставка автомашин, которая откроется только завтра. и конгрессно-выставочный центр, конгрессная часть, в которой собирает пленары до 10 тысяч человек, и где через месяц, ну, через два месяца, откроются экономические формы в уникальный момент. Вы сейчас посмотрите, экспо-форум такой, какой он есть, а вся правда о нем, это то, что здесь есть стены больше, а все остальное меняется день ото дня, и потом вы посмотрите открытие экономической формы и не узнаете все те места, которые мы с вами посетим. Это с одной стороны. С другой стороны, я вас сегодня призываю к нескольким вещам. Отнеситесь к этому, вот к тому, что сегодня будет происходить, как к приключению. Вы очень серьезные, очень ответственные люди. Я обещаю, что мы сегодня вас уделим, рассмешим, поставим в какие-то ситуации, которые вы от нас не ожидаете. Лозунг сегодняшнего мероприятия нашего с вами – это импровизация. Посмотрим, что из этого выйдет. Перед тем, что я еще хочу сказать об экспо-форуме. Вот вся площадь, которая занимает экспо-форумы со всеми прилегающими зданиями, которые здесь находятся, и замечательными парковками – это 56 гектаров. И в наш комплекс входят замечательные отели «Хилтоны». И это один из сюрпризов, который вы сегодня получите. То есть я сейчас передам слово коллегам из «Хилтонов». Они скажут пару фраз о своем замечательном комплексе. А когда мы с вами вот всю программу, которая вам обещана сегодня пройдет, то те самые стойкие, кто захотят, и у кого будут силы и любопытства, они еще смогут сходить в «Хилтон» и посмотреть, что там со «Спасик» сегодня, и какие там вообще есть замечательные вкусняшки. Так что есть смысл дожить до конца. Передаю коллегам слово. Три минуты. Меньше, гораздо. Добрый день. Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Алина. Я являюсь старшим менеджером по продажам отелей «Хилтон» и «Кластер» на отеле «Хэмптон» by «Хилтон». Как и сказала ранее Инна, приглашаю вас. Хочу вас удивить. Хочу вам рассказать про специальную программу перезагрузка, которую можно сделать именно в отеле «Хилтон». И хочу подробно вам провести в скурсе и показать, рассказать, как вы можете это сделать. Поэтому, если кому интересно, после того, как вы заходите в основное мероприятие, приходите прямо к нам в ту кридор. Моя коллега Юля вас проводит. Там уже я вас встречу, заберу в свои теплые руки и все вам расскажу и покажу. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое за слово. Возвращаемся к нашему путешествию. Если вы посмотрите, то наш пассаж, который соединяет все помещения экспо-форма, это такая питерская фишка. Поскольку погода у нас непредсказуемая, бывает всякая, поэтому мы сделали так, чтобы не надо было выходить на улицу, если ты хочешь попасть в какую-либо точку экспо-форма. Он всего 547 метров. Не так много, то есть это меньше полукилометра. Но, когда проходят мероприятия, и наши коллеги их организуют, то администратор или те коллеги, которые их организуют, могут пробегать в день до 25 километров. Поэтому в экспо-форме работают очень тренированные спортивные люди. У нас с вами, поскольку программа сегодня достаточно плотная, поэтому я вас призываю быстрым шагом, хорошим темпом переместиться сейчас в другую точку экспо-форма, где мы посмотрим, собственно говоря, а где же будет проходить первое, самое большое заседание ПФ, где выступает Владимир Владимирович. Пойдемте. Все, что вы видите, зелено-коричнево-серые стены, вот разноцветные, это стены, которые стоят стационарно. Все, что вы видите, вот серенькие панели, это мобильные перегородки. Они звуконепроницаемые, они мобильные. В любом месте можно сделать дверку, и поэтому эта конфигурация меняется в зависимости от требований мероприятия. Ну, пойдемте в зал с амфитеатром, посмотрите. Амфитеатром на 1121 место. Понятно, что эта стенка уходит ровно на то расстояние, которое нужно. Здесь строятся стены. Если здесь проходят концерты, то рядом строится бейкстейдж, помещение, где отпускы могут переодеваться. Вот прошедшую субботу здесь было мероприятие для молодого поколения. Что это такое? Понятно, что все оборудование, оно мобильное, переносится из мест на место. В полу, так же, как и везде, так же, там, где мы были с вами, внизу проведена коммуникация, в любом месте можно вывести и подключить. Сейчас мы с вами пройдем выставочную часть, зайдем на выставку автомобилей. Я надеюсь, что директор выставки специально для вас сейчас найдет время, тоже очень быстро, но он проведет по своему району. Там, где интересно, там представлен царский поезд, там представлен царский гараж, извините, с царскими автомобилями. Те автомобили, которые находятся в специальном гараже ФСО, который на ПЭФе в прошлом году, там тоже экспонировались. В общем, пойдемте посмотрим. Площадь каждого – это два футбольных поля. Вот эти балки, которые без колонн, да, и позволили создать такое пространство, это 90-литровые балки. Когда нас открывали в 2014 году, это был первый опыт строительства таких помещений. Сейчас уже повторение есть. Вы видите, в полу через каждые три метра байолы, в которых находится свет, вода, интернет, пожарные, ну там, коммуникации противопожарные. Каждый павильон оснащен шестью монтажными воротами. Мы потом сунем нос и выйдем, потому что это просто красиво. А вот, наверное, Илья, продолжаем. Я передам вам, Илья, добрый день. Илья, верный друг, который в том же только поделился у нас. Передаю вам в руки минут десять у нас есть. Хорошо, хорошо. Так, я… Что бы вы хотели? Посмотреть на машины. Посмотреть вы можете без меня. Рассказать немножко о тех, что уже стоят. Да, ну пойдемте. Вот мы, например, крыльку вводим, вот он управляет, у него автомобили, вот американские классики, вот такие вот, роскошные, большие. У него такая степень, как он это видит. И в последнее время он увлекся советской классикой. Вот, сейчас классу его уходим. Виктор, виктор, подвиктор. Каждый пушок. Здесь у нас те машины, которые вы деставрировали. Ну, каждая машина в разные годы была сделана, но это все автомобили, деставрировали на нашу стеснусь. Как новинги, да. Так вот. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...